Hello, народ! Многие из вас уже в третьем мире или только попали во второй, поэтому сегодня я расскажу про 5 вещей, которые вы могли пропустить и которые обязательно нужно получить во втором мире в BloxFruits. Стой! Перед началом не забудь подписаться на мой канал, ведь 90% смотрят меня без подписки, но мы погнали! Хочешь безопасно купить робоксы, но не знаешь где? Тогда быстро переходи на сайт RoboxPier, ведь работают они уже больше 3 лет. Надежность у сайта гарантирована. А также у них есть телеграм-канал, где ты можешь выиграть бесплатные робоксы, участвуя в различных конкурсах. Переходи на сайт пристани робоксов по моей ссылке в закупленном комментарии и покупай самые дешевые робоксы, только с ними. Итак, первая вещь это Iseedum Riffle, вот такая вот кислотная пушка. Это очень жесткая пушка и ее реально очень нужно вам получить, если вы во втором море. Во-первых, эта пушка имеет самый большой дамаг по клику в игре среди пушек. То есть, когда вы будете вот так вот стрелять по какому-то мобу, то это как бы самый большой дамаг будет вообще из всех пушек в игре. И главное, что эта пушка будет хорошая в пвп, потому что она прибивает хаки. То есть, как видите, допустим, я сейчас бью с этой базуки и она не пробивает хаки, потому что у этого моба есть фрукт логия. Но эта пушка, она будет пробивать хаки и вы сможете дамажить челиков, с которыми вы пвпшитесь. И также можете дамажить вот этих мобов с логией. Получить эту пушку довольно сложно, я, кстати, ее так и не получил, потому что она выпадает с фабрики, но и то не с 100% шансом, а с шансом 20%. Конечно, если вы не играете с пушкой, то для вас это не так важно, но если вы играете с пушкой, то это прям просто must have и это реально очень классная пушка. Итак, следующий предмет это swan glass. Это реально очень жесткий аксессуар, это просто очень топовый предмет. Давайте покажу, как его получить. Смотрите, вы заходите вот сюда вот как бы, вот это вот такой вот особняк и вам нужно в него залететь. Короче, вот сюда вот приходим. Потом нужно вот этому челику дать фрукт, который стоит больше 1 миллиона денег. И после этого вы идете вот сюда, как бы и здесь будет, пацаны, босс. Swans room у меня, конечно, этот босс пока не заспавнился. Но, в общем, с этого босса с шансом 2,5% вы сможете получить swan glass. И с этой реально очень жесткие очки. Эти очки дают даже больше хп, чем dark plush. И вот смотрите, какие у них бафы. Во-первых, плюс 8% больше дамага вообще на все атаки. То есть и на фрукты, и на мэла, и на все абсолютно. Также, минус 8%, то есть на 8% меньше кулдауна у вас будет вообще на все скиллы. Это очень жестко. То есть, допустим, у меня сейчас вот кулдаун на poison daggers. Я заюзаю, у меня там кулдаун, допустим, 10 секунд. И с этим у меня будет он в разы меньше. Еще с этими очками вы будете бегать на 25% быстрее. Короче, бафов дает реально очень много. Кстати, также плюс 250 хп и плюс 250 энергии. В общем, аксессуар просто must have. Он реально очень крутой. Один из самых крутых аксессуаров, которые есть вообще во втором мире. Поэтому обязательно получайте. Но вообще выбить довольно сложно, ведь все-таки 2,5%. Следующее, что вам нужно получить, это superhuman. Superhuman. Вообще, один из лучших файтинг-стайлов в игре. Для того, чтобы его получить, вам нужно прийти вот в такой вот Snow Mountain. Дальше мы вот так вот, пацаны, спускаемся сюда. И здесь будет вот такой вот проход. Как бы мы сюда заходим. И тут сейчас будет NPC, с которым нужно будет побазарить. И мы сможем получить с ним как раз-таки этот superhuman. Martial Arts Master. И в общем, что требуется, чтобы это сделать. Вам понадобится сделать 300 мастерей на электричестве. На Dark Stapy, на Water Kung Fu и на Dragon Breath. Если у вас все эти мастери прокачаны, вы просто приходите сюда, платите этому челику 300 миллиона денег. И он обучает вас этому файтинг-стайлу. Я очень рекомендую вам получить этот файтинг-стайл. Даже если вы, пацаны, не пользуетесь мэлы, то этот файтинг-стайл просто очень хороший, допустим, для передвижения. Потому что у него есть вот такие вот мобильные скиллы, с которыми вы сможете более быстро передвигаться по карте. И вот так вот, короче, перемещаться. И, в принципе, файтинг-стайл очень хороший. Особенно для тех, кто, пацаны, как раз пользуется файтинг-стайлами. Следующее, что тоже нужно обязательно получить, если вы, конечно, можете. Потому что это доступно не для всех фруктов. Это фрутовейкенинг. То есть, в 2 версия вашего фрукта. Допустим, у вас есть какое-нибудь тесто. И как же вейкнуть ваш фрукт? Вы просто проходите рейд. Смотрите, пацаны, для начала вам нужно купить микро-чип. Потом вы приходите в эту комнату с рейдами. Вводите вот такой вот код. Вот красный, синий, зеленый, красный. После чего вы заходите в вот эту вот, пацаны, комнату. И проходите рейд. Да, как бы здесь будет рейд, вы можете просто собраться вместе. Там, допустим, на моем дискорд-серве. Там часто челики проходят вместе рейды. Можете вступать по ссылке в описании. Вы можете вместе собраться. Допустим, кто-то один покупает чип. И вы все вместе сможете проходить эти рейды. Вот такие вот фрукты имеют авейкенинг, пацаны. Это флейм, айс, квейк, лайк, дарк, стринг, грамбл, магма, будда, феникс, тесто и песок. Потому что это просто must-have и даст вам реально очень большой буст к вашим скиллам, да и, в принципе, к вашему фрукту. Что, сейчас я расскажу, конечно, не прям такие важные вещи. Но, в целом, то, что вы можете получить во втором мире, то, что, ну, в принципе, довольно прикольные штучки. В общем-то, одна из таких вещей это цвет хаки. Да, это, конечно, не очень обязательно. Она не дает вам никаких бафов. Но, знаете, просто как-то, когда у вас есть какой-то цвет хаки, вы чувствуете себя как-то поприкольнее. Да и, в принципе, это выглядит намного красивее. В общем, чтобы получить цвет хаки, вам нужно найти NPC, который будет продавать вам эти цвета. За фрагменты. Ну, а чтобы взять, когда вы купили этот цвет хаки, смотрите, что вам нужно сделать. Вы приходите в кафе. Да, в центральное кафе, в котором все трейдятся и так далее. В общем, и теперь мы спускаемся по вот этой вот, пацаны, лестнице, да. И здесь будет вот такой вот color specialist. И, смотрите, здесь у него будет всякий orange soda, bright yellow, yellow sunshine. Это все цвета ваших хаки. Допустим, у меня сейчас вот, допустим, я могу взять себе absolute zero, да, пацаны? И я себе дезактивирую, активирую. И у меня будет вот такой вот синий хаки. Здесь есть очень много разных цветов, и вы можете взять абсолютно любой, который вам по душе. Как бы здесь есть и вот такой вот оранжевый, и вот такой вот красный. В общем, очень много всяких цветов. А также вы можете купить их за робоксы. Они, в принципе, стоят очень мало, всего лишь-то по 80 робоксов. Но также здесь есть, пацаны, вот такие вот три энчантмета. Это легендарные цвета, которые стоят, во-первых, больше фрагментов. А во-вторых, за робоксы они стоят по 350 робоксов за штуку. Еще один файтинг стал, который вам желательно получить, но это не обязательно, пацаны. Это Sharkman Karate. Хотя у вас есть уже Superhuman, но все равно, пацаны, это можно получить как бы по вашему желанию. Для этого мы подходим к этому NPC, да игрок Dash Sharkman. И вы сможете у него купить как раз-таки этот Sharkman Karate. Но для этого вам понадобится 400 мастерей на ватер-кун-фу, 2 миллиона 500 тысяч бели, а также 5000 фрагментов. Конечно, если у вас уже есть Superhuman, то это не обязательно. Но если у вас, допустим, сейчас ватер-карате, и вы хотите что-то более крутое, но не хотите качать еще больше там мастерей на разных файтинг-стайлах, то тогда вы просто можете покупать у этого челика Sharkman Karate. Это тоже довольно неплохой стайл. Ну и самое главное, наверное, что вы должны получить во втором мире, пацаны, это авейк вашей расы. У меня, если честно, довольно-таки плохая раса, это в скайпе, но я ее взял чисто и закрыл, просто посмотрите, какие они офигенные. Вам обязательно нужно авейкнуть вашу расу до В2, но вообще лучше всего авейкнуть до В3. На данный момент также существует теория о В4 расе, но пока что никто не знает, как ее получить, поэтому еще это невозможно. В общем-то, я больше всего рекомендую вам выбирать расы Минка, либо же Рыба-человека, потому что у этих двух рас самые полезные обилки. У Минка вы сможете очень быстро бегать, а у Рыба-человека вы сможете плавать по воде, что также очень полезно. В общем, для того, чтобы авейкнуть вашу расу, мы должны прийти на вот эту вот локацию и дальше спуститься в это место. После чего мы заходим вот сюда, вот как видите здесь за текстурой, и тут мы должны поболтать с этим челиком Оровой, и он даст нам как раз-таки квест на получение В3 расы. Ну и после того, как вы авейкнули, у вас что-то появится либо на теле, допустим, как у Рыба-человека из Кайпена, и вы получите вот такую обилку, как я, допустим, получил Heavenly Blood. Что ж, пацаны, на этом все, пишите в комменты, если вы хотите, чтобы я сделал такой же ролик, только по Первому морю, либо же по Третьему морю. А с вами, ну как всегда, Винтер, не забывайте вступать на мой дискорд сервер, также смотреть другие мои ролики, и всем пока-пока, пока!